Дыхание Во всех древних мистических традициях на протяжении тысячелетий ключевым понятием являлось дыхание. Это и будет моим вопросом к вам. Знаете ли, мы также придерживаемся этой точки зрения, однако на Западе, как вам известно, дыхание рассматривается только как очень важная жизненно-важная физиологическая функция, но это все. Однако во многих древних культурах дыхание — это то, что связывает нас с внешним миром, воздухом, нашим телом, легкими, душой и духом. Итак, чи или ки, как ее называют в Японии, означает то же самое, что и прана. Ну и, разумеется, руах в традиции иудаизма. Или пневма. В свою очередь, на Гавайях «ха» означает то же самое. Воздух. А космический творческий принцип «Алоха», который сейчас широко известен, выражается в присутствии живых, духа и дыхания. И, наоборот, «хаоли», который они используют для обозначения иностранцев, начиная со времен, когда к ним причалил француз Кук, они использовали термин «хаоли» для белых людей, что означает «не дышать» или «бездыханный». Да, понимаю. Не то, чтобы они не дышат, но у них нет настоящего дыхания. А потому что в традиции идаосизма есть также понятие, которое называется пневматическое дыхание, или «дженки», что означает, как я бы сказал, энергетизированный или заряженный, потому что «джинь» одновременно означает сперму, семя и тому подобное. В целом, это техника обострения чувствительности или возвышения содержательных ощущений. Когда дыхание таким образом заряжается духом, и существо исполняется вышеупомянутыми феноменами. Верно? С этой точки зрения, вы в своей работе очень близки к подобным мистическим традициям, фокусируясь на свойственной им наиболее глубокой технике работы с дыханием. Не могли бы вы сказать несколько вещей с этой точки зрения о том, чем вы действительно занимаетесь? Вы конкретно имеете в виду разработанный мной путь холотропного дыхания? Потому что, знаете ли, для меня вся эта область открылась, когда я вызвался добровольцем на психоделический сеанс. Так что мое первое вступление в эту сферу произошло с применением химических средств. Но потом мы перешли к разработке холотропного дыхания в качестве немедикаментозной альтернативы некоторым состояниям, которые мы испытали и увидели в этом психоделическом сеансе. Что, конечно, опять же, является священным традиционным таинством, потому что существует множество культур, которые используют растения в ритуальных целях, а в духовной жизни, как, например, в Мезамерике. О грибах говорят, как о плоти богов. Таким образом, в целом все вещества оказывают воздействие на дыхание, изменяют состояние сознания или вызывают индивидуальные изменения дыхательных шаблонов. Кожим образом, в Китае используют чай для изменения дыхания. Именно употребление чая и связанные с этим перемены в дыхании являются тем ключевым моментом, делающим китайскую цивилизацию столь отличной. А насколько я могу видеть, главное различие между Востоком и Западом заключается именно в понимании дыхания. Так китайские традиции дыхание почитается за шестое чувство, которое объединяет внутреннюю и внешнюю сферы бытия, являясь своеобразной мерой духовного равновесия. Действительно интересно, ведь на Западе, как я уже говорил, дыхание стало просто физиологической функцией. Но и все симптомы, которые возникают при более быстром дыхании, патологизируются. Таким образом, около 10-15% населения Запада, люди, дыхание которых спонтанно начинает ускоряться, медицинские диагностируются синдромом гипервентиляции. И это рассматривается как патологический процесс. Им прокалывают кальций, назначают валиум. Для повышения уровня углекислоты в организме они накладывают на рот пакет при дыхании. И врачи не успокаиваются, пока все эти симптомы не завершатся. Тогда как мы делаем противоположное. Мы поощряем более быстрое дыхание, как и во многих духовных системах, где вы работаете с дыханием. Я сквально рассматриваю так называемый синдром гипервентиляции как усилие организма излечить себя. Этот процесс начинается, однако его неправильно интерпретируют как некую патологию. Но это главное различие между восточной, я имею в виду китайской, и западной медициной. Как система знаний, онтологически, даже гносиологически, китайская медицина, как и подход к жизни в целом, исходит из того, что столкновение с какой-то проблемой это шанс, данный вам духом, или вернее сказать небом, для вашего же развития. А здесь же мы видим эффект противоположный. Как только обнаруживается проблема, это отнюдь не воспринимается как поучение от Бога, и не порождает Аллах Акбар, или смирение пред Его волей, а рождает стремление избежать этого, и не задействовать дарованную энергию. Так что такое решение с вашей стороны было гениальным. А как вы относитесь к восточным практикам и культуре? Что повлияло на вас? Ну, я был очарован восточной философией. Когда мне было около 13 лет, моя мать взяла меня на встречу с Полом Брунтоном. Он был писателем и философом, который стал толкователем восточных религий для местной аудитории. Он провел много времени с Шри Романа Махарши в Аруначале и некоторыми другими мастерами. А также в Египте. Поэтому он написал такие книги, как «Отшельник Гималаях», «Тайные учения в основе йоги», о египетских мистериях и так далее. У него были ученики по всему миру, и он путешествовал. Люди встречались и немного медитировали вместе. И он давал что-то вроде даршана. Моя мама очень заинтересовалась этим и взяла меня туда, 13-летнего. Там у них были книги Аурабинда, Шри Романа Махарши, Робиндраната Тагора. И интеллектуально я был очень и очень заинтересован. И прямо-таки поглощал всю эту литературу. Но они также медитировали. А я просто не мог медитировать. Вы знаете, в молодости довольно скучно. Вокруг так много интересных вещей, которые можно сделать, кто хочет просто сидеть. И только после моих психоделических сеансов медитация стала для меня чем-то понятным и естественным. Но раньше я был слишком вовлечен в переживания мира. Когда я изучал медицину, я также брал курс санскрита на пару лет. Таков был мой своеобразный интеллектуальный подход. Мне очень нравилась индийская и буддийская мифология. Но тогда я был в полном заблуждении относительно них. Я думал, что эти люди в Индии, у них нет никаких проблем, им нечего делать, поэтому они сидят просто на берегах Ганги и составляют эти истории. Подобно тому, как делают писатели новеллисты, когда пишут книгу. Но затем, когда я стал проходить психоделические сеансы, вся эта мифология ожила для меня. Я столкнулся с Шивой и Кали в их потрясающе мощном присутствии. Я проживал смерть и опыт перерождения, ощутив мощный удар разрушительной силы, приходящей от Байра Ава Шивы. И у меня было чувство полного уничтожения. А затем я испытал своего рода атма-брахмана. И это просто полностью изменило мою жизнь. Это произошло со мной 56 лет назад, когда я был еще начинающим психиатром. Они также немного изучали китайский язык. Была также интересная одна история. Я читал Фрейда, а Фрейд говорил о работе со снами. И там была небольшая сноска, где он использует параллель с китайским языком как пример для работы по расшифровке снов, так как сны оперируют образами. Пиктограммы и иероглифы являются такими образами. Меня это так заинтересовало, что я начал изучать китайский язык в Восточном институте. Это было около 50 лет тому назад. И у нас был блестящий преподаватель, который был, однако, чехом. Но он знал всю историю страны изучением, которым мы тогда занимались. И это не было простым, знаете, запоминанием рассказов о вещах, свойственных Востоку. Как, например, изображение дерева. Солнце взбирается к верхушке дерева. В китайской мифологии считается, что Солнце восходит на небо, взбираясь по тутовому дереву. И находится оно на Луне, и этот образ называется Фу Сан Шу и соответствует мировому древу. Или, например, образ книги, когда изображается бамбуковое перо и написанный им рот. В изучении мы использовали такие виды изображений, поэтому я до сих пор помню многие китайские пиктограммы, радикалы и то, как они соединены. Но он был чехом, а вы не можете говорить по-китайски с акцентом. У вас есть эти четыре разных произношения. Например, по-английски вы можете говорить довольно топорно, иметь французский акцент, техасский акцент. Но на китайском, если вы не выговариваете аккуратно, то никто вас просто не понимает. Так что меня никто и не понимал. Зато я смог читать и давать описание самой науки. Теперь я хотел бы спросить вас относительно предмета моего основного интереса. Китайской книге «Перемен». Есть ли у вас какие-либо идеи, концепции и подходы к их пересечению с темой дыхания? В 60-е годы открытие книги «Перемен» для нас стало весьма волнительной темой. Мы проводили гадания при помощи стеблей тысячелистника и используя монеты. Я был крайне очарован этим процессом. Для меня это наиболее яркий пример явления синхронии. Действительно ли вы понимаете полученный ответ? Этот процесс очень хорошо подходит для того, о чем вы спрашиваете. Однако я не настолько углубился в этот предмет, как, например, Теренс Маккенна, если вы его знаете. Он намного больше времени посвятил исследованию дзин, чем я. Интересно, поскольку одна из основных концепций времени в Китае, где, как вам известно, очень сложно устроен календарь, а все древние методы предсказания основаны на философской интерпретации этой сложной календарной системы, которая дает возможность описать мир, как все фазы дыхания одновременно, представляет Ки или Чи основной тканью времени. Так даже погода на китайском языке называется Тин Чи, что означает небесное дыхание, а энергия Земли называется Ди Чи, что также является земным дыханием. Так каково ваше представление о времени? Что сейчас вы думаете о нем? И буквально еще одно слово, потому как в чем главное отличие Китаю? Время там не абстрактное понятие. Оно описывается, как нечто распыленное в пространстве, что впитываясь, задает всему качество жизни. Знаете, главное понятие времени, которое вы получаете в ходе работы с холотропным состоянием, состоит в том, что линейное время это всего лишь одно из проявлений иллюзии. У вас может быть опыт, когда вы выходите за пределы линейного времени, когда все сосуществует фактически одновременно. Но самое интересное для меня то, что сейчас я вижу, что время наделено качеством. Каждый момент наполнен своим значением. Да, действительно. Последние 30 лет я интересовался астрологией взаимодействия с Ричардом Тарнесом, автором книги «Космос и душа». Итак, мы выяснили, что на самом деле возможно предсказывать архетипическое содержание переживаний в холотропных состояниях, используя транзитную астрологию. Таким образом, в этом смысле тот момент времени, когда вы рождаетесь, наполнен весьма определенным значением. Не похоже, чтобы одна минута была заряжена тем же, чем последующая. Осознание этого было большим открытием для меня лично, что время — это не просто единица количественного измерения, не только цифры. Оно обладает глубокими качественными свойствами. И, кстати, Юнг также увлекался астрологией, и он сравнивал ее с вином. Вино произрастает не только в определенном месте, но и в определенное время. Оно обладает очень специфическим качеством, которое каким-то образом переносит в себе. Итак, здесь мы подходим к точке определения действия. Чем, по-вашему, является действие во времени? Потому что, на мой взгляд, очень трудно понять все, что происходит сейчас на планете в связи с утратой нашей способности ощущать качество времени. Имею в виду, скорее, утрату точности этого ощущения. Знаете ли, с иной стороны, у меня был очень тантрический опыт переживания времени, похожий на отраженный в тантрическом изображении образ открытого рта, откуда выплескивается настоящий момент. И это единственная существующая реальность, где прошлое является лишь качественной редакцией настоящего момента. Так, словно настоящий момент беспрестанно возникает, а вся эта история уже содержится в нем. Так что у меня был опыт переживания и такого тантрического образа, когда род извергает настоящий момент, как бы уже наполненный всем сущим, что входит в проявление. Полагаю, вот что вас заинтересует. Мы с Кристиной проводили международную трансперсональную конференцию, одно из заседаний, которое проходило как раз здесь, в Москве, а другой раз был в Киото, и тогда в процессе проведения случилось несколько переговоров между американскими и японскими бизнесменами. У них были какие-то проблемы. Там был один японец, который провел некоторое время в Швейцарии в институте Юнга, то есть был янгвианцем. И он наблюдал за ними и смеялся. Он сказал, что они думают, раз у них есть переводчик, значит, они понимают друг друга. Но в действительности они не понимают, потому что западное мышление и восточное мышление основаны на совершенно разных предпосылках. Он сказал, знаете ли, западная идея сводится к тому, что есть сила в центре, от которой отходит иерархия с ангелами, высшими животными и низшими животными. В то время как на Востоке все творение возникает из пустоты, как полное целое. Поэтому подобный разговор напоминает, как если бы приверженцы взглядов Ньютона обсуждали физику с приверженцами взглядов Эйнштейна, используя такие термины, как время, энергия и материя. Но в действительности эти термины не были бы одним и тем же, за ними бы стояли совершенно различные концепции. Таким образом, он сказал, вам нужен переводчик, который разъяснял бы, что когда одни говорят «материя», вот что они имеют в виду. А когда эта группа говорит «материя», вкладывается иная мысль, понимаете? Вы говорите, что в вашей Вселенной источник энергии находится в центре. У нас же Вселенная, которая проявляется из космической пустоты, возникает из ничего. В ней могут быть некие кажущиеся иерархии, однако в конечном итоге червь так же важен, как и король. Все они являются неотъемлемой частью этого целого. все таким образом взаимосвязаны. И снова, вы знаете, когда-то я общался с Хосе Аргуэлисом, знакомы с его работами? Например, «Фактор Майя», который рассказывает о завершении великого цикла в 2012 году и условном судном дне. «Хосе Аргуэлис», который проводил гармоническую конвергенцию. Это он был тем другом, кто привлек внимание к пророчеству Майя, согласно которым в этом году, в 2012-м время, должно завершиться, и человечество должно перейти в новый цикл. Да, мне была очень интересна данная тема, и я даже написал по ней статью. На самом деле и здесь мне представляются сходства, потому что в Китае есть некоторые довольно обстоятельные теории, что данная культура Майя, с точки зрения календарных зданий, происходит от китайских. Там говорят, что некоторые китайские племена, ориентировочно около 7 тысяч лет до нашей эры, отправились в Америку. Джозеф Кэмпбелл, мифолог, если знаете, демонстрировал некие параллели в искусстве Китая и Мезоамерики. и Мезоамериканной и Мезоамериканной и Мезоамерики. И снова, главное сходство в изощренности календарной системы. Однако, есть и разница в том, что китайский календарь не указывает на судный день в этом году, как это делает календарь Майя. Но так или иначе, речь опять же идет о дыхании, потому как, когда мы говорим о дыхании, есть некий его тип, пребывая в котором, вы обретаете направление, узнаете, как управлять или формировать свое внутреннее я. это то дыхание, которое дышит вами. Что вы думаете с этой точки зрения, когда вы погружаетесь в холотропную сессию? Что это за существо, которому вы позволяете собой дышать? Ну, знаете, по образованию я клинический психиатр, хотя теперь, пожалуй, что-то другое. Не знаю, как бы я мог называться теперь, но с этого я начинал. Поэтому люди приходят ко мне с проблемами, знаете ли, с фобиями, и депрессиями и так далее. И если вы посмотрите на западные школы, у нас есть целый ряд школ, и каждый рассказывает вам отличную историю о том, какие движущие силы в психике являются самыми мощными, от чего проявляются симптомы, что эти симптомы означают. И вследствие каждый выступает со своей техникой исцеления людей от них. То, что происходит в холотропных состояниях, весьма отличается. Когда вы входите в это состояние, вы соединяетесь с тем, что мы называем внутренним целителем. Существует этот внутренний исцеляющий разум, который участвует, а мы просто поддерживаем то, что происходит. И даже если порой мы не понимаем, что именно, то просто доверяемся процессу. Видите ли, есть целительная сила, которая обладает значительно большим интеллектом, нежели мы способны придумать на основании того, что мы узнали в школьных книгах, которые мы читаем. В некотором смысле эта сила похожа на то, что в кундалини-йоге именуется феноменом кундалини или праной. А бушмены в калахаре называют это явление тун. Они исполняют танец и играют на барабанах. А затем внезапно приходит энергия, которая начинает исцелять их. Они просто в некотором роде доверительно открываются и сотрудничают с ней, позволяя таким образом ей выполнять свою работу. Или, например, мана в полинезийской традиции действует похожим образом для кахунов и так далее. Так что это космическая сила, которая выше всего, что вы можете предложить как психиатр. Так эта энергия исходит изнутри? Да. изнутри или извне, но она во внутреннем целителе. Ясно. Сейчас вот слушаю вас и мне пришло в голову, что, может быть, это происходит из другого качества дыхания, как материи. То есть стоит вам начать дышать иным образом, как вы получаете доступ к разным слоям или разным уровням дыхания. Я имею в виду атмосферу. Да, вы знаете, мы идем еще дальше, потому что, как существует все это множество разных школ психотерапии, так схожим образом многие школы вынуждают обучаться различным техникам работы с дыханием, как, например, пранаяма или полное йоговское дыхание от самого основания позвоночника или, наоборот, начиная с кончика носа. Мы же заставляем людей дышать немного быстрее, немного глубже, чем обычно, увязывая вдох и выдох. А как только они вступают в процесс, мы рекомендуем им использовать их собственный интеллект для определения того, как они будут дышать. У нас нет какой-либо конкретной техники. Так что даже в этом мы просто доверяемся внутреннему разуму. После того, как холотропный процесс начался, это не мое дело говорить людям, как им работать с дыханием. Они совершают своего рода открытие этого для себя сами. Поэтому разные люди делают это по-разному. Потому что, знаете, в китайском цигун, впрочем, сам этот термин цигун довольно недавнее обозначение практики, которое, по сути, выросло из даотского учения о внутренних упражнениях, нейгун, при помощи которых вы тренируете себя изнутри. там говорится о материи чувствительности. Я имею в виду телесные ощущения, материю дыхания и материю духа или сознания. И что же предлагается делать? Вы начинаете сначала упражнять материю ощущений или материю своего тела, возвышаете ее в дыхание. Затем вы начинаете упражнять свою материю дыхания, возвышая или перерабатывая ее в материю духа или сознания. Далее вы начинаете тренировать материю духа и все это посредством дыхательного процесса, всеми возможными различными типами глубокого дыхания. Далее вы тренируете материю духа, возвышая ее в пустоту шуньята. А затем вы тренируете материю пустоты, объединяясь таким образом с путем дао. Таковы пять классических этапов. Именно с этой точки зрения мне приходит в голову, что если уж разрабатывать свои дыхательные практики, то, пожалуй, потребовалось бы использовать различные типы дыхания. По крайней мере, насколько я могу ощущать, стоило бы однажды обрести такую способность, что для западно-ориентированного тела само по себе довольно трудно просто постоянно дышать в медленном темпе, в течение длительного периода времени, продолжая замедляться. Должно быть, и здесь вы имеете совсем другой опыт. Что вы думаете об этом? Да, но вы знаете, каждый из этих методов имеет, конечно, свои последствия, как постижение Дау, например, любое дыхательное усилие. Один из типов дыхания, при котором вы держите перо у лица и должны дышать так, чтобы оно не шелохнулось. Это больше похоже на осматическое дыхание. Или, например, когда вы сосредотачиваетесь на пространстве между вдохом и выдохом. Именно это становится входом в трансцендентное. Вы, конечно, можете достичь результата с помощью пранаямы, волевого дыхания. Однако, мы обнаружили, что люди могут достичь мощного эффекта, не используя каких-либо конкретных инструкций. Они просто получают руководство от разных людей, в разное время и работают с дыханием по-своему. Таксущности, и мы не тренируем людей, мы не говорим им дышать так или иначе. Это также хорошо смиряет, потому что сильные вещи иногда случаются там, куда мы даже не смотрим. Порой мы просто прогуливаемся, и вдруг кто-то проходит через мощное преобразование. Крайне отличный от тех, которые происходят в ситуации, когда вы думаете о себе как оцелителе, считая, что вы деятель, присваивая признание, но тогда же и возможную вину, если метод вдруг не срабатывает. В нашей философии большой акцент делается именно на внутреннем целителе. Подобное происходило в храмовых инкубациях в Греции, когда люди проводили ночь в храме Аполлона, а потом им снился сон, в котором они либо исцелялись, либо получали какое-то представление о том, что им следует делать. Терапевтист, как звучало исходное название, то есть терапевт, не был деятелем или, скажем, тем, кто исцелял. Он служил лишь помощником или сиделкой, который чутко сопровождает в процессе исцеления, но сам процесс исцеления исходит от божеств. А какие три основные ценности человеческой жизни вы бы могли обозначить? Каковы на сегодня три или, допустим, пять основных ценностей, на ваш взгляд? Во-первых, я, разумеется, назову любовь к мирозданию. Во-вторых, ощущение соединенности, то есть ощущение связи с другими людьми, связи с природой и связи с космосом. Угу. Конечно же, уважение к жизни. Угу. Я бы также включил сюда ощущение духа приключений, пребывать в потоке, быть частью этого феноменального факта бытия. а также все то, что вы делаете для преодоления авидии, невежества, постижения премудрости, праджинапарамиты, не просто проживать в материальном мире, но вовлекаться в какой-то процесс самопознания, который приводит к праджинапарамите, к премудрости. Открывает для себя кто вы есть и о чем это все. А какое у вас отношение к религии? Ну, в действительности трансперсональная психология это попытка объединить духовность и науку. мы не особо заинтересованы в религиях, которые больше напоминают историю. Конечно, мы имеем своего рода уважение к духовному измерению, как к витальному измерению психики универсального порядка вещей, уважаем людей, которые стремятся к нему. однако меня никак не заботит тот путь, который они выберут для себя, христианский или мусульманский, суфийский или шаманский, да какой угодно. Я рассматриваю их всего лишь как различные способы достижения одного и того же. Но проблема начинается, как я думаю, когда у вас есть группа людей, которые завязывают отношения с архетипами определенной религии. Так Джозеф Кэмпбелл говорит, полезное божество должно быть прозрачным для трансцендентного. Вы видите его как нечто указывающее на абсолют, ведущее к источнику, из которого все исходит. Однако вам не следует делать его непрозрачным и поклоняться лишь изображению, иначе что происходит? Вот здесь-то и вступают организованные религии. Тогда у вас может возникнуть ситуация, когда есть люди, которые поклоняются строго определенным образом, определенным видом изображений, что автоматически настраивает эту группу против другой. тогда начинается этот перебор. Мы христиане, а вы все язычники, и мы намерены обратить вас в нашу веру, иначе вам нет места в этом мире. Ну, или такой вариант. Мы мусульмане, а вы все неверные. Либо мы иудеи, а вы все гои. Таким образом, это становится очень опасным явлением, способствующим умножению проблем, с которыми мы имеем дело. Или даже различия в рамках одной и той же религии, достаточные для убийства протестантов, католиков, или суннитов, шиитов. Поэтому я уважаю только ту религию, которая почитает прямой, непосредственный опыт, но не такую религию, куда вас приглашают, чтобы кто-то рассказал вам об опыте, который испытали другие люди. Я верю в религию, которая лишь задает контекст и обеспечивает средствами для проживания личного опыта. Как сказал однажды Будда, не верьте ничему, что я говорю, пока ваш личный опыт не подтвердит это. Так что религия для меня это то, что должно нас объединять от латинского религари. Однако, к сожалению, многие организованные религии, хотя и происходят из духовных источников, то есть их основатели имели личный духовный опыт, например, апостолы или пророки и так далее. Но очень часто, когда религия становится организованной, этот духовный элемент имеет тенденцию исчезать, и они начинают беспокоиться о деньгах и собственности, светской власти и так далее. И они могут полностью потерять связь со своим источником. Они начинают беспокоиться о весьма тривиальных вещах, как, например, в христианской религии, о проблемах мира, который перенаселен, где у нас эпидемия СПИДа. Они обеспокоены тем, чтобы люди не использовали контрацепцию. Когда люди начинают заниматься такими вещами, я не склонен уважать подобную религию. в христианской религии. Но у меня есть уважение к людям, которые сделали что-то глубокое в самоисследовании. И во что бы они ни верили, это на самом деле подтверждается их собственным опытом, а не только некой догмой, которую кто-то вам предоставляет. А, например, в христианстве первые 400 лет была концепция реинкарнации. Затем состоялся совет Константинополя, который был против политической мысли отца Орегона. И тогда они заявили, что если вы станете верить в это ужасное учение о возвращении души, то мы предадим вас анафеме, а иными словами исключим из нашего сообщества. Но существование опыта прошлых жизней весьма и весьма сильно проявляется. Мы видим это во многих различных религиях и духовных системах, которым свойственно включать в себя это явление. И у меня лично было много сильных переживаний своих переуплощений. Так что если у меня есть религия, которая говорит мне, что никакой реинкарнации не существует, то у меня имеется и другая точка зрения благодаря моему личному опыту. Итак, нас интересуют именно духовность и духовные переживания. И нет ничего не научного в изучении этих холотропных состояний, их феноменологии и влияния, которое они оказывают на жизнь человека. И здесь нет конфликта. Видите ли, по моему мнению, религия не конкурирует за одну и ту же территорию с наукой. Небеса в понимании религии не астрономические небеса, те, которые вы испытываете в обычном состоянии. Тот же самый ад это не то, чтобы вы искали, как, например, землю, но это скорее состояние сознания. небеса искали для жизни. Поэтому нас интересует именно духовный опыт. И если у вас есть духовный опыт, то вы можете понять, откуда приходят религии. Но вы также можете понять, и где они сбились с пути. Верно, те ложные направления, куда они нас завели. Например, первоначальное послание Иисуса сильно отличалось от того, что произошло с христианством впоследствии. Инквизиции, крестовые походы, фундаменталисты, которых мы видим в США сегодня и так далее. Итак, меня интересуют религии в той степени, в которой они действительно близки к оригинальному посланию, основанному на реальных личных переживаниях, которые впоследствии теперь вы получаете уже довольно истертыми тем, что происходило исторически, в искажениях, которые включают битвы. И вот это, в частности, мне не особо интересно. Я рассматриваю это только как часть истории. Понимаю, очень интересно, у меня весьма схожий подход. И, пожалуй, мой последний к вам вопрос, что вы думаете о будущих путях развития человечества? Куда это все идет? Будет ли это духовный путь жизни или технологический? А может быть возвращение к природе? Каким будет переход, который вы предвидите? Или какие реальные радикальные изменения могут произойти в нашей истории? я не знаю. Хотя я и переживал некие альтернативные варианты. Пожалуй, существует одно положение, в котором я абсолютно уверен. Оно в том, что мы находимся на фундаментальном пересечении, когда остро стоит вопрос, перейдет ли наш вид на другой уровень сознательности, чтобы практически стать другим видом, превзойдя все насилие и жадность, которая сформировала нас как вид. Либо мы истребим себя, а затем уничтожим и всех других земных существ вместе с собой. Я полагаю, что это крайне критический период. Именно в этом смысле меня интересует тот факт, что календарь Майя заканчивается, как вам известно. Хотя я надеюсь, что под словом «конец эры» подразумевался конец власти жадности, насилия и так далее. И скорее переход к другой природе существования, нежели полный конец всего. Ведь апокалипсис также является моментом откровения, когда определенные тайные понимания открываются людям. Поэтому я считаю, что сейчас мы находимся на этом действительно важном критическом перекрестке. и вы можете видеть, как одновременно разворачиваются оба сценария, что с одной стороны уничтожение планеты очевидно, как, например, разлив нефти, что произошло недавно в Мексиканском заливе, все ядерные аварии и так далее. Но с другой стороны, я также вижу многих людей, которые пробуждаются, становясь существами нового вида. много людей, которые проделали значительную работу над собой. Они хотели бы называться гражданами мира, а не американцами или чехами. Я имею в виду подход, который, например, провозглашал Бакминстер Фуллер, говоря о нашей планете как о космическом корабле Земля. Люди, которые проделали такую значительную работу, не считают насилие приемлемой формой решения проблем. Они видят, что нашим главным приоритетом должна быть защита жизни и защита окружающей среды для жизни биологических существ, какими мы являемся. И наша главная забота чистая вода, свежий воздух, чистая земля, которая питает. Знаете, это довольно самоубийственно совершать поступки, которые создают среду, враждебную по отношению к вам и к жизни. Так что это один из аспектов, в котором я действительно убежден, что мы находимся в какой-то критической ситуации, которая может измениться во что-то другое. Однако, безусловно, это действительно создаст нам большие трудности. Теперь в духовном же мире существует иная пара сценариев, и я имел возможность мельком рассмотреть их оба. Так Аурабинда озвучил идею, что духовность наполнит мир, и все станет духовным, материальная работа духотворится. Однако, вместе с тем, в индийской мифологии присутствует концепция юги, эпохи развития творения, в соответствии с которой вселенная создается и строится, а затем начинает деградировать, постепенно, пока совсем не разрушается. И далее происходит следующее творение. И вы знаете, оба этих варианта можно найти в довольно сложной духовной литературе, обе эти вероятности. Поэтому я считаю, что вселенная в конечном счете похожа на лилу, божественную игру. где, как я думаю, в конечном счете невозможно достичь полной определенности, потому что всегда может случиться какой-то феноменальный сюрприз. Довольно-таки сложно перевести русское слово игра, потому что оно не равно английскому слову play. Как оно звучит по-чешски? По-чешски космическая игра. Я думаю, что это понятие в славянских языках значительно глубже, чем англосаксонская play или game, которые весьма поверхностны и значат просто играть в игру и веселиться. В случае же с игрой одновременно ощущается несколько значений, только совокупность которых может дать полноценное описание этого понятия. Game означает игры, которые имеют правила, такие, например, как футболы схожие. Play же больше значит, что ты развлекаешься, что может быть ближе к понятию как космическому действу. Потому что в русском языке несколько устаревший вариант приглашения спеть песню звучит как заиграть песню или заиграть танец пляску. Играть. Играть. Играть песню, играть танец. И это что-то другое. Просто я обычно затрудняюсь подобрать подходящий перевод русского слова игра, потому что я лично считаю это очень и очень важным понятием, которое только и может изменить мир. Да, знаете ли, люди, которые работают с психоделиками, дыханием и так далее, им очень трудно описать, что с ними произошло. Большинство этих переживаний невыразимы по природе и не поддаются описанию. Но даже попытки описать определенные переживания, которые у них были, особенно сложные, часто происходят на языках культур, которые были искушены с точки зрения самоисследования. У меня не было подходящего термина по-китайски. Китайского недостаточно. Я думаю, что славянский вариант довольно хорошо подходит. Хотя, возможно, я просто недостаточно углублен в санскрит. И лила также хорошо отражает понятие игры. Да, некоторые из этих людей используют термины из санскрита или из японского языка. Такие, как, например, самадхи, сатори или майя, лила. В санскрите вам доступны многие нюансы. Например, нирвикальпа самадхи или савитарка самадхи. В зависимости от того, видите ли вы в божественной в определенной форме или вне ее. Все эти вещи, знаете ли, имеют очень специфическое значение. Потому, если мы используем такие термины, как космическая иллюзия или нечто подобное, это не совсем улавливает суть. Существуют особые терминологии для каждого явления. Абсолютно. И славянское слово «игра», как вы знаете, одновременно означает «правда» или «ложь». Это смесь когда вы берете ложь и правду, соединяете их и манипулируете этими двумя частями Вселенной. А что ты думаешь о том, что будет с человечеством? Меня частенько посещает мысль о том, что я должен играть здесь в некую игру. А случиться может что угодно. Для меня же вопрос только в том, чего я хочу, чтобы произошло с человечеством. Я глубоко погружался в изучение китайской медицины. Я имею в виду опять же условную структуру китайской медицины. То, как понимать, когда тело исцеляется, и как его лечить, и как нужно думать, каким должен быть при этом ментальный и духовный процесс внутри. так что я могу просто сказать, что внешне тело мира выглядит весьма болезненно на данный момент. Но в то же время, как мы уже говорили в начале беседы, само заболевание дает указание, куда следует направиться. Поэтому сейчас я довольно сильно сконцентрирован именно на том, чтобы понять, каков в целом диагноз истории, которую мы называем человечество во Вселенной. Сам же я провожу свои исследования в основном на основании всей совокупности знаний Китая, для того, чтобы перевести их на западный лад, который в основном, как мы знаем, исходит из пришедших сюда абраамических религий, так как мы являемся их смесью, если образно представить нас в текстовом выражении. Потому сейчас я всеми своими силами пытаюсь представить этот китайский взгляд на то, что есть заболевание, что есть патология и как это излечить, основываясь на знании. Таким образом, я вижу, что не имеет значения, что произойдет, так как с точки зрения китайского целостного подхода великий цикл длится 26 миллионов 690 тысяч 40 лет. И сейчас мы находимся как раз где-то в первой его части. Это приблизительно 10 миллионов в 155 тысяч 27 лет от самого начала. Так что у нас есть еще уйма времени, чтобы наиграться. Знаешь ли, мой собственный подход заключается в том, что я знаю, каким бы я хотел, чтобы мир был, и пытаюсь сделать то, что могу, в пределах доступного диапазона. Я считаю, что когда люди проходят через эту трансформацию, они начинают становиться лучшими людьми, которые имеют больше шансов на выживание. И я хочу внести свой вклад в это. Однажды Рамдаса спросили о том же, на что он сказал, что существуют возможности, которые, как мы считаем, помогут пройти через этот кризис на другой уровень. Одна из таких возможностей это конец текущей индустриальной цивилизации. И мы далеко не первая цивилизация, которой придется покинуть землю. При том, что у прежних даже не было столь мощных средств самоуничтожения, какие имеем мы. Но, продолжил он, я бы не стал ничего более предпринимать по этому поводу. Ведь знаете, когда я немного углубляюсь во внутреннюю работу, я верю, что это приведет к наилучшему возможному вкладу, который я могу сделать для хорошего будущего. И если конец грядет, то та же самая внутренняя работа дает мне гораздо больше шансов перенести то, что должно произойти. и я буду лучше подготовлен к финалу. И теперь я скажу снова с точки зрения китайской медицины, которая рассматривает тело целостно как очень запутанную и очень сложную систему, такую, которая существует не только в пространстве материи, но и во времени. Необходимо точно знать время для привнесения воздействий и направлены они должны быть в очень конкретную правильно выбранную область, которая определяется во взаимосвязи со всеми другими факторами и вам также необходимо учитывать всю эту общую структуру. Так что мой подход к этому миру просто стараться изо всех сил получать такие знания, потому что когда мы говорим о магическом докторе из прошлого, то он просто видя больного человека уже знает то самое единственное идеальное место, время и способ воздействия, чтобы начать процесс исцеления. Так, по моим ощущениям, любой, кто готов взять на себя ответственность, стараться искать эти знания, просто сможет их освоить. Я, разумеется, отдаю себе отчет, что это необязательно. я, но по крайней мере у меня есть шанс, ведь у меня есть это видение и я знаю о существовании тех классических текстов, которые действительно содержат знания высочайшего уровня, как книга перемен, например, который лежит в основе всех китайских наук.